Принято считать, что самые династические профессии учителя и врачи. Последние, особенно многочисленные, и насчитывают несколько поколений. Почему так получается, мы узнали у врачей Арсютовых. Представители этой династии работают во всех ведущих клиниках Чуваши. Знакомьтесь, Геннадий Петрович Арсютов, заместитель главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в городе Чебоксары. Именно он считается основателем семейной династии докторов. Правда, на выбор профессии повлиял тот факт, что родная тетя вышла замуж за врача-хирурга из другой известной династии Волковых. Приезжал к нам молодой хирург. У нас был в гостях, отец у нас был в дни ветра школы, он рассказывал про свою профессию хирурга. И после этого у меня возникли, как сказать, перемены профориентации в жизни быть врачом, как вот он, доктор Волков Зиноникан. Следом за старшим на медицинский факультет поступил и младший брат Геннадия Петровича. Хирургом стал и племянник. Приобретя необходимый опыт, Олег Арсютов защитился и начал обучать студентов. Сегодня, спустя много лет, признается, он не смог бы быть никим иным, кроме как врачом. Отец как-то повлиял на выбор темы? Естественно, он мой руководитель. В принципе, все благодаря ему, я считаю. То, что я пошел в медицину, то, что связался с хирургией в своей жизни, это все благодаря отцу. Неудивительно, в семьях Арсютовых в любом разговоре преобладают медицинские термины, а вместо художественной прозы дети читают врачебную литературу. Однако сын Геннадия Петровича Арсютова Дмитрий в детстве мечтал о профессии водителя. Правда, в очень раннем детстве. Мы жили на Мечного Павлова, я помню. 18 автобусов там ходил. У меня мама ездила, будучи врачом-терапевтом в медицинской части ХБК в то время. И этот автобус ходил не то, что крайне редко, но довольно-таки редко. Приходилось долго ждать. Я говорил маме, мама, я, наверное, вырасту и обязательно буду на этом автобусе ездить, чтобы тебя все время на работу вовремя возить. Но даже в первых классах, когда была ситуация, что, допустим, может быть, не с кем было мне остаться дома, в то время, так сказать, бабушки у нас жили довольно-таки далеко, поэтому я очень часто бывал на работе именно у мамы. Водителем Дмитрий Геннадьевич не стал, а стал офтальмологом. И сейчас заведует больницей на Ашмарино. Через его руки ежедневно проходят десятки пациентов, которым он возвращает возможность жить полной жизнью, видеть прекрасное и наслаждаться буйством красок. А пациент у нас будет видеть уже завтра. Пока, конечно, он будет получать лечение. У него будет примерно где-то пять дней после операционного такого наблюдения. Мы будем делать ему инъекции противовоспалительные. И, соответственно, где-то в конце недели он будет выписан. Сегодня Дмитрий Арсютов, как и его братья, сам пример для подражания. Совсем скоро династия станет еще многочисленнее. Моим сыновьям уже 15-14 лет. Очень ответственно заявляют, что другого для себя пути тоже не видят. И старший сын уже тоже совершает определенные шаги, которые, наверное, двигают его именно в направлении медицины. Это поступление в медицинский лицей. Конечно, выбор профессии – дело личное. И настаивать, чтобы сыновья поступали на медицинский, Дмитрий Геннадьевич не будет. Зато готов познакомить их с работой врача поближе. Пусть решат, подходит им это или нет. В глубине души отец уверен – конечно, подходит. Они же Арсютовы. Просталики. Просталики.